приветствую всех рассмотрим один из способов установки unity из unity hub и здесь можно выделить три этапа первые собственно установка unity hub второй этап мы установим редактор unity из unity hub и на третьем этапе мы установим дополнительные модули для разработки игры приложений из unity hub каждый из этих этапов можно разбить на шаги и дальше мы будем рассматривать каждый шаг на первом шаге очевидно необходимо войти на официальный сайт unity и сделать это можно по адресу unity.com вводим unity.com в адресной строке браузера и попадаем на сайт здесь же нажимаем на синюю кнопку download unity на следующем шаге выбираем версию unity для своей операционной системы можно пролистнуть открывшуюся страницу немного вниз и целенаправленно выбрать download for и выбрать свою систему после этого на ваш компьютер загрузится установочный файл unity hub с этап сразу после загрузки запускаем этот файл и устанавливаем unity hub после принятия условия лицензионного соглашения не торопитесь нажимать на кнопку установить так как на следующем шаге рекомендуем задать путь для установки unity hub это важно если на вашем компьютере есть специальный диск для установки программ и отдельно выделен системный диск для операционной системы нажимаем на кнопку обзор и выбираем диск и папку для установки unity hub например это может быть папка программс на диске д добавляем к пути имя папки unity hub и нажимаем установить теперь нам осталось лишь дождаться завершения установки unity hub как правило это происходит достаточно быстро оставляем галочку запустить unity hub и нажимаем кнопку готова unity hub установлен и запущен и теперь нам необходимо войти в свою учетную запись если вы все делаете впервые то сначала нужно учетную запись создать у меня аккаунт юнити уже есть поэтому я нажимаю сын н после этого браузере открывается страница для ввода емейла и пароля под которыми зарегистрирован мой аккаунт unity если был выбран другой способ регистрации то войти можно через аккаунт google facebook и другие возможно также браузере появится всплывающее окно в котором нужно разрешить открывать ссылки с этого сайта в unity hub поэтому важно чтобы в браузере было разрешение на открытие всплывающих окон и так мы завершили первый предварительный этап установки unity установили unity hub из которого продолжим установку как редактора так и необходимых модулей приступаем к следующему этапу или шагу переходим к установке редактора unity здесь нам понадобится значительно больше времени внимания аккуратности и кстати говоря прав доступа к компьютеру а также крайне желательно чтобы был хороший быстрый интернет в окне которая предлагает unity hub при первом запуске мы видим рекомендуемую для установки версию unity мы можем пропустить инсталляцию можем посмотреть сколько требуется места для установки какая будет установлена версия конечно же укажем путь для установки на рабочем диске в папке для программ unity hub позволяет работать с разными версиями unity одновременно поэтому для каждой версии желательно создавать отдельную папку и только после этого мы можем нажать на кнопку install unity editor и на следующем шаге у нас появится возможность подтвердить или выбрать редакцию unity в данном случае нам предлагается ознакомиться с условиями лицензии unity personal это бесплатная версия unity которая можно пользоваться при условии что вы не зарабатываете более 100 тысяч долларов в год можно ознакомиться с этими условиями и затем нажать на кнопку игры and get personal edition license и на следующем уже десятом шаге нам стоит запастись терпением дождаться сначала загрузки а затем установки unity кликнув мышью по маленькому треугольничку слева номера устанавливаем версии unity мы можем увидеть какие устанавливаются компоненты и отследить процесс установки общий процесс мы видим на статус строке голубого цвета сверху а также в левом нижнем углу unity hub вот мы видим что все необходимые элементы для установки загрузились сейчас начнется собственно установка редактора unity сколько для всего этого потребуется времени зависит сначала от скорости вашего интернета а затем от мощности компьютера вот мы видим что редактор unity установился и осталось только установка нескольких компонентов с помощью видеомонтажа мы сократили время ожидания и вот видим что unity установился мы еще раз можем убедиться в том что установилась а также констатировать факт того что мы выполнили первый и второй этапы установки unity и нам осталось лишь выполнить третий этап если это конечно необходимо но уже сейчас можно попробовать запустить unity и начать делать первые шаги о том как устанавливаются дополнительные модули мы рассмотрим в следующем видео обо всех этапах установки unity вы можете прочитать также на нашем сайте ссылку на статью размещаем в описании данного видео